Библейский портал экзегет.ру представляет Всех приветствую сегодня в аудитории нашего Храма Воскресения Христова новомущников-исповедников Церкви Русской Московского Средственского Монастыря. В последующем вы сможете посмотреть видеозаписи на портале экзегет.ру. Итак, на портале экзегет.ру будут записи сегодняшней и последующих встреч, посвященных изучению псалтыри. Итак, сегодняшняя тема — введение в псалтыри. Название книги. Греческое слово «псалтырь», от которого происходит и русская псалтырь, впервые входит в обиход в I веке. Вероятно, что первым человеком, который так назвал этот сборник божественных гимнов, был Филон Александрийский. Он ориентировался на еврейское слово «кинор» — арфа, лира, струнный инструмент, который упоминается в текстах псалмов. Греческое слово «псалом» — «псалмос» — происходит от глагола «псалло». «Псалло» — буквально петь под аккомпанемент музыкального инструмента с музыкальным сопровождением. Данный глагол «псалло» используется по отношению к царю Давиду многократно на протяжении Ветхого Завета и в книгах царств, в книгах Парель Панеменон. Также этот глагол применяется к музыкальным инструментам, которые поют псалмы под музыкальный аккомпанемент. Итак, буквально это брецание по струнам. Что примечательно, что в отношении еврейского текста, еврейского заголовка используется другое название для книги псалмов. В частности, эта книга называется «Ферта Елим», буквально «Книга хвалений». Такое название зафиксировано уже в одном из кумранских документов II века до Рождества Христова. И оно и сейчас используется в еврейской традиции. Это название происходит от слова «хвалить», «ахалео» или «хиллель», которое стоит в заголовке одного из псалмов. Итак, «тахила» или «хила», «хвала» часто употребляется в псалмах это слово. Например, процитирует 39-й псалом. «Он вложил во устам и песню новую хвалу Богу нашему». Итак, «Тахилим», «Книга хвалений». В самом наименовании этой книги мы видим разные отношения. Если в еврейской традиции это название передает содержательную часть, в частности, особенности последних псалмов этой книги, потому что там чаще употребляется слово «хвалить», «восхвалять», «хваление», то в греческой традиции наименование придет способ исполнения петь с музыкальным сопровождением. Есть разница и в месте нахождения псалтыри в еврейско-греческой традиции. В еврейской Библии псалтырь находится в третьей части Ветхого Завета, в разделе «Писание». Ну, для тех, кто не знает, тогда скажу. В еврейской Библии в Ветхом Завете есть три раздела. Первый — закон, второй — пророки, третий — «Писание». Закон, пророки, Писание. И вот раздел «Писание» открывает книга псалмов. Она стоит до книги Иова. И этим подчеркивается, ну, большая важность этой книги по сравнению с остальными книгами третьего раздела, раздел «Писание». В греческой традиции перед книгой псалмов стоит книга Иова. И относится эта книга уже к учительным. В греческой традиции и потом уже в славянской и русской мы Ветхий Завет делим на следующей части. На книги законодательные, исторические, пророческие и учительные книги. И располагаются по преимуществу в греческой традиции, в так называемом Александрийском каноне, книги по их историческому происхождению. То есть книги более древние находятся раньше, книги более поздние по дате написания — позже. Поскольку книга Иова появилась по времени, вероятно, раньше, чем были собраны псалмы, поэтому в греческой Библии она стоит раньше. С точки зрения рукописей, надо сказать, что любая печатная Библия, она опирается на какие-то манускрипты. Древнейшие греческие манускрипты, по которым потом сделаны были славянские переводы, датируются IV веком. Это так называемый Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и некоторые другие. То есть если сейчас исследователь захочет узнать, а где же, собственно, древнейшие, или каким веком датируются древнейшие рукописи, по которым мы можем восстановить аутентичный текст, то греческие рукописи, повторюсь, целостные, полные, по которым делаются современные издания, это в основном рукописи IV века от Рождества Христова. Еврейские рукописи. До середины XX века древнейшие еврейские рукописи датировались X-XI веком. В частности, наиболее авторитетный, так называемый Ленинградский кодекс, кодекс Ленинграденсис. Он берется за основу во всех современных изданиях, например, Библии Ебраика, Библии Ебраика Штутгартенсис, наиболее авторитетное издание. Но после того, как в середине XX века были обнаружены в Кумране рукописи, которые датируются эпохой до Рождества Христова, там было обнаружено более 30 фрагментов из Псалтирии, которые датируются II-I веком до Рождества Христова. При этом в еврейской традиции они мало чем отличаются от рукописей, которые датируются IX-X веком по Рождеству Христовым. Отсюда мы можем сделать вывод, что традиция была устойчивая, и к II веку до Рождества Христова эти тексты уже сформировались. Тексты еврейской и греческой традиции мало чем отличаются друг от друга, но есть некоторые особенности, на которые мы будем с вами обращать внимание. Итак, происхождение композиции книга. Теперешний текст Псалтири состоит из 150 псалмов по еврейской традиции и 151 псалма по греческой традиции. Последний псалом, который называется чаще всего неканонический, он действительно стоит за рамками древнего канона, 151 псалом. Он не входит в еврейский канон и не употребляется за православным богослужением. Сама по себе вариативность 150-151 говорит о том, что были разные сборники. В кумранских документах мы видим, что вместо некоторых канонических стоят неканонические псалмы. Может быть, иной порядок псалмов. Более того, мы видим, что есть некие песни, напоминающие псалмы в книгах летописей, паралипоменон, в книгах царств, очень близкие по стилю, по характеру, которые тоже мы можем назвать псалмами, но они не входят в сборник книги псалмов, а стоят, так сказать, в своем историческом месте, в исторических книгах Ветхого Завета. Итак, разное количество, в разной традиции, разный порядок расположения. Тем не менее, большей частью то, что мы имеем в современной псалтыре, зафиксировано очень-очень древней традиции. Поэтому мы не будем с вами рассматривать те небольшие вариации, которые существуют в древних манускриптах, потому что они несущественны. Несущественны. В древности, уже начиная с Оригена, писатель III века Тр. Христова, такие церковные авторы, как Евсеевики сарийские, Святой Эпифаний кипрский, выделяли в псалтыре пять разделов. Современная наука также делит всю книгу псалмов на пять основных разделов. С 1 по 40 псалом, с 41 по 71, с 72 по 88, с 89 по 105, со 106 по 150. На чем основано такое деление? Потому что окончание всех этих разделов близкое по содержанию. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века». Примерно такие же слова стоят и в конце второго раздела. «Благословено имя слабо его, им наполнится славой вся земля, аминь, аминь». Третий раздел заканчивается словами «Благословен Господь вовек, аминь, аминь». Четвертый раздел «Благословен Господь Бог Израилев от ныне и до века». И, наконец, пятый раздел заканчивается словами «Всякое дыхание или все дышащее дохвалит Господа Аллилуйя». Итак, близкие по смыслу завершения плюс внутренние особенности и сейчас в современной науке позволяют ученым говорить, что в этой книге пять разделов. Но собрание этих псалмов уже в древности так интерпретировалось, оно связано не с историческим их уложением, то есть первый псалом самый древний, 150-й самый поздний. А эти псалмы уложены в книгу псалмов по мере их собирания. В частности, по мнению святителя Афанасия Великого, вторая часть, которая завершается словами, «Кончились молитвы Давида, сына Иесеева», не говорит о том, что после этого не будет псалмов Давида Иесеева. Кончился второй сборник, который обозначался словами псалмы Давида. Об этом же и говорит блаженный Феодорит Кирский. Я процитирую его слова. «Должен же знать прилежно читающим псалмы, что в них не сохраняется порядок времени, и псалмы, содержащие в себе повествование о событиях более древних, поставлены на втором месте, а содержащие повествование о позднейших событиях заняли первое место в списке псалмов. Ибо псалом 3 имеет надписание сказания об Авесоломе, а 141-й — о Сауле. Но бегство от Саула было раньше бегства об Авесоломе. Это известно всякому читающему историю. Итак, об этом говорил и дореволюционный исследователь профессор Юнгеров, на которого мы сегодня во многом будем ссылаться. Итак, профессор Юнгеров говорил, что псалмы собирались не по времени их происхождения, а по тем сборникам, которые постепенно добавлялись к общей книге. Об этом, о том, что псалмы не сразу вошли в единый сборник, и была какая-то вариативность, говорят, в частности, так называемые дублетные псалмы, то есть псалмы повторяющиеся. Я сейчас приведу несколько примеров, а потом скажу, что это может значить. Итак, в книге псалмов есть тексты, которые очень близко стоят друг к другу, не по месту нахождения в псалтыре, а по самосодержанию. Сравните псалмы 14 и 53. Привожу по русскому тексту. 14 и 53. Читаем в 14-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие ищущие Бога. Все уклонились, сделались равны непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Если мы сравним исходные рукописи древнееврейского текста, которые старше, древнее по времени, чем греческие, потому что греческий перевод сделан с еврейского, то мы увидим, что эти тексты почти что буквально совпадают. Тексты первых трех стихов этих двух псалмов. А дальше развитие мысли идет иначе. Следовательно, можно предположить, что эти псалмы были таким текучим материалом и как некоторые стихи, что неизвестные для нас редакторы могли эти псалмы расширять, добавлять, видоизменять. И в том виде, в котором эта книга дошла до нас, эта книга уже последующей редакции. Книга в том виде, в котором она была переведена на греческий, ну и как-то зафиксировалась. Другой пример такого же дублетного псалма сравним псалмы 40 и 70. по русскому тексту. Прочитаю отрывок из 40-го псалма, стихи 13-16. Благовели Господи избавить меня, Господи, поспеши мне на помощь. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла, да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо», да радуются веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь». 40-й псалом. Притом эти стихи стоят в середине данного псалма. А теперь посмотрим на начало 70-го псалма. «Поспеши, Боже, избавить меня, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие «хорошо, хорошо», да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Бог». Если то-либо из читателей псалтыри будет стих за стихом читать псалмы с 1 по 150, возможно, он даже не заметит этого повтора. Он как бы ускользает от внимания читателя, особенно при богослужебном употреблении псалмов, потому что данные псалмы относятся к разным кофизмам, читаются в разное время, и мы редко ставим эти тексты в параллель перед собой. Но для исследователя, которому важна каждая буква псалма, конечно, подобные дублеты бросаются в глаза, потому что возникает вопрос, кто у кого заимствовал тексты, что было первичным, что является более древним, и как объяснить эту литературную редакцию. Объяснение порой бывает простое. Это означает, что у одного из авторов псалмов дублетных был перед руками текст, с которого тот переписывал. Не просто воспроизводил на память, а переписывал. Значит, была литературная традиция. Не просто предание, запоминаемое и передаваемое устно, но письменная литературная традиция, которая имеет глубокую древность, но к этим письменным памятникам, пусть даже, мы скажем прямо, богодухновенной письменности, относились легко. То есть этот текст, который признавался богодухновенным, мог подвергаться последующей редакции. И копия этого псалма в новой редакции также признавалась как богодухновенный текст. Есть разница и в нумерации псалмов. В частности, есть некоторые псалмы, которые в еврейской традиции соединены воедино, но разделяются на части в греческой. Скажем, или наоборот, скажем, в древнееврейском тексте есть два отдельных стоящих псалма, девятый и десятый. Но в греческом переводе, а также 114-й, 115-й, но в греческом переводе эти парные псалмы 9, 10, 114-й, 115 соединяются в один соответствующим образом. И таким образом вместо двух в греческом тексте может стоять по одному псалму. И наоборот, есть примеры, когда один псалом в еврейском тексте, 116-й, в греческом распадается на два, в 114-й, 115-й. Отсюда и разница в нумерации псалмов. Итак, получается, что большей частью, начиная с 10-го псалма вплоть до 147-го, у нас есть разница в нумерации. И когда вы смотрите на славянский текст, то вы видите, скажем, номер 10, а если вы посмотрите на русский текст, вы увидите номер 11. С чем это связано? Связано это с тем, что в славянской традиции перевод восходит к греческому тексту. А в русском синодальном переводе, который в основном сейчас мы читаем дома, тексты Ветхого Света переведены с древнееврейского. И нумерация псалмов соответствует еврейской традиции. Эти переводы русские были сделаны в 19-м веке под амафором святителя Филарета Московского и изданы в русской синодальной Библии в 1876 году. Славянские тексты мы в основном используем по Елизаветинской Библии. Ее издание, которое повторяется до сих пор, было сделано в середине 18-го века в 1751-56 годах, если мне изменяет память. Итак, как мы видим, есть некоторая разница. Подобные отличия несущественны. Тексты псалмов близкие друг к другу, что в еврейской, что в греческой традиции. На некоторые детали мы будем с вами обращать внимание по ходу рассмотрения текста. Но я сразу оговорюсь, что по преимуществу я буду цитировать тексты на русском языке по преимуществу и давать нумерацию по русскому изданию. Когда же я буду цитировать тех или иных святых отцов, которые писали на греческом языке и использовали греческий текст, то тогда я буду стараться давать вам цитаты на славянском языке или близком к славянскому, потому что он ближе к греческому тексту. Или делать свой перевод с греческого языка на русский. Ну, сразу мне надо будет оговориться, что в нашем курсе, который рассчитан с одной стороны на новичков, которые приступают к изучению псалтыри, с другой стороны на людей, которые серьезно хотят изучать текст, у нас будут встречаться слова и на древнееврейском, и на древнегреческом языке. Так что запоминайте, изучайте, вникайте. Датировка псалмов. Итак, исходя из самого текста, из внутреннего содержания, что мы можем сказать? Анализируя параллели с книгами Ветхого Завета, иными, в частности, с книгами пророков, мы можем утверждать, как говорят современные исследователи, что есть явно допленные псалмы. Скорее всего, по преимуществу, это царские псалмы. То есть те псалмы, которые говорят о большой роли царя, гражданского царя, царя Израильского, ему отдаётся особая честь, он является главной фигурой, главным действующим лицом того или иного псалма. Эти псалмы допленные. Ну, для тех, кто не знает, или для тех, кто знает, тогда напомню, Вавилонский плен, то есть период, когда евреи были угнаны из земли обетованной, из земли Израильской, Вавилонское царство, датируется годами 586-й до Рождества Христова. 537-й указ царя Кира. Вот этот период обозначается как период Вавилонского плена. 6-й век, проще говоря, 6-й век до Рождества Христова. То есть допленные псалмы. Псалмы, которые датируются периодом старше, древнее, чем 6-й век. После плена — это те, которые были написаны после 6-го века от Рождества Христова. Есть псалмы, которые по стилю напоминают поэзию пророка Амоса или пророка Иеремии. Их также относят до пленного периода. Но есть псалмы, которые, как ни крути, говорят нам о событиях, которые уже произошли или в плену, или по возвращении с плена. Ну, например, наиболее яркий такой псалом, который мы Великим постом исполняем за всеночным бдением на реках Вавилонских в славянской традиции 136-й, в еврейской 137-й. На реках Вавилонских, на реках Вавилона, там мы сидели и плакали, когда вспоминали о Сионе. Само содержание псалма говорит о том, что он был написан в плену. Другой псалом, который тоже датируется периодом после разрушения Иерусалима, 79-й по еврейской традиции, 78-й по греческой, также говорит о разрешении Иерусалима. Цитирую, «Боже, язычники пришли в наследие Твое, Иерусалим превратили в развалины». Когда мог быть написан этот псалом? Когда действительно Иерусалим уже разрушен? И так далее. Есть псалмы, которые, по мнению исследователей, в силу характера богословских идей, которые там отражены, полемики с язычниками или с притеснителями датируются после плены периодом. Например, в ходе дискуссии вокруг 118-го псалма, самый длинный, 176 стихов. Когда он был написан? В благочестивых, дореволюционных преданиях этот псалом считался написанным Давидом для своего сына Соломона в качестве назидания, обучения грамоте. Но уже в IV-V веке от Рождества Христова некоторые святые отцы осторожно высказывали мысль, что да, этот псалом похож на назидание, но написан он был позже. И современные исследователи склоняются к тому, что он написан не раньше, чем конец VI века до Рождества Христова. Так или иначе, как бы мы ни спорили, но поскольку в древнейших рукописях, которые датируются II веком, уже присутствуют те тексты, которые мы имеем сейчас, то некая верхняя граница датировки псалмов – II век Дрождества Христова. Об этом также говорит и некая преамбула, написанная в книге «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», в котором отец, давая наставление сыну, переводчик, так сказать, приводит соответствующий комментарий, указывается трехчастное разделение Ветхого Завета на закон, пророки и Писания. И, в частности, есть ссылка на третий раздел «Писание», который, повторюсь, открывается псалмами. И поскольку этот текст был создан во II веке Дрождества Христова, книга «Иисус сын Сирахова», и уже упоминается перевод на греческий язык раздела «Писание», отсюда делается вывод, что псалтырь была не просто создана ко II веку Дрождества Христова, она уже была и переведена на греческий язык во II веке Дрождества Христова. Итак, это верхняя граница. С точки зрения того, когда появился первый псалом, дальше мы с вами поговорим о надписаниях, мы сделаем какие-то предположения. Но все это гипотезы, потому что надписания, о которых мы сейчас будем говорить, появились позже, чем сами тексты псалмов. Итак, это вопрос датировки. Теперь, поскольку я затронул вопрос надписания, перейдем к этому разделу. Надписания. То есть заголовки. Что встает в заголовках? Может стоять авторство. Например, псалом Давида или Давиду. Когда он бежал от эвесолома? Ну, какие-то пояснения исторического характера. На струнных орудиях. Ну, то есть, как его исполнять. Там, при восходе солнца или в день субботний. Литургические характеристики его исполнения. Некоторые современные исследователи, правда, эта точка зрения, она была опровергнута, но мне доводилось сталкиваться с одним гарвардским ученым, который утверждал, что то, что мы называем надписаниями псалмов, на самом деле, это были подписания псалмов. То есть, это были, скажем так, не прескриптумы, а постскриптумы. А в последующей традиции, так сказать, это перекочевало в надписание. Но эта точка зрения не признается большинством исследователей. Итак, надписание. Ну, сравним, например, с Евангелиями. У нас в ходу в церковном потреблении четыре канонических Евангелия, как вы знаете, от Марка, Матфея, Луки и Иоанна. Я привожу вам пример с Евангелиями, чтобы объяснить, как могла развиваться традиция надписания псалмов. В богослужебном чтении мы, как правило, озаглавливаем эти тексты так. «От Марка святаго Евангелия чтения». Вы часто слышите за богослужением. Итак, «От Марка святое Евангелие». В некоторых древних рукописях будут еще более пространные заголовки. «Святое благовествование, которое нам передал апостол Марк или передал апостол Лука». Но в древнейших рукописях надписание будет очень краткое. Допустим, «по Марку», «по Матфею», «по Луке». И даже не будет употребляться слова «евангелие», «святое Евангелие», «благовествование». Они отсутствуют. Эти надписания появились позже, чем сами тексты. Эти надписания появились, чтобы тексты отличать. Точно так же, скорее всего, и происходило в более древнюю эпоху в отношении псалмов. Сначала появились тексты, а потом надписания. Более того, в некоторых случаях мы до конца не знаем, что значит этот заголовок. Речь идет о авторстве, то есть сам Давид написал. Или указание «к Давиду» означает некое посвящение Давиду. Этот псалом Давиду посвящается. Или написан в стиле Давида, написан в духе Давида. Мы не знаем. Перед нами есть текст, а все остальное уже интерпретации. Многие исследователи современно выделяют пять типов или пять разных аспектов надписания псалмов. Об этом мы сейчас подробнее поговорим. В частности, авторство. Для нас это самый главный вид надписания, главная характеристика. Почти половина псалтыри надписывается именем Давид. Но не вся псалтырь, не все 150 псалмов, а заглавлены именем Давид. 73. Некоторые псалмы надписаны иными именами. Например, указываются некие сыновья Кореевы, Асав, упоминаются Моисей, Соломон, Еман, Ефам, и Дуфум или Идифум. Идифум. Наибольшее количество псалмов, которые имеют надписание, относятся к первым книгам, первым трем книгам, к первым трем разделам псалтыри. В частности, в третьем разделе надписаны все псалмы. А вот в последних книгах, в четвертой и пятой, меньшее число псалмов имеют авторские надписания или указывают об авторстве. Но в этих последних книгах, в четвертой и пятой, чаще упоминаются в заголовках некие богословские, литургические характеристики псалмов. Например, так называемые песни восхождения, песни восхождения или хвалитные псалмы. «Хвалите Господа с немец», «Хвалите его вышних» и так далее. Вот такие заголовки. «Хвалите». Эти заголовки чаще встречаются в более псалмах, так сказать, в четвертой и пятой книгах. Об этих именах. Где еще, кроме надписаний псалмов, мы можем встретить эти имена? В книгах летописей, в книгах «Паралипоменон», «Паралипоменон», книги летописей. Вот. Ну, вот одна из цитат, в которой упоминаются эти имена. Как и в целом, речь идет о том, как стали появляться аккомпанементы к псалмам. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братья своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования». Я даже сейчас продолжу чтение, а пока обращу внимание на слово «псалтыри». В данном контексте слово «псалтыри» означает музыкальные инструменты какие-то, струнные орудия. Итак, Давид ставит левитов, чтобы они были певцами и музыкантами, которые будут играть при пении псалмов «и поставили левиты Емана сына Иоилева из братьев его Асафа сына Верихина и сынов Мирариных братьев их Ефана сына Кушае и так далее». И снова употребляются эти «Эман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария Азьил Шамерафон Шамера Моф и Хиил Уни Елеав Моосей Иване на псалтерях тонким голосом Матафия же Елифлеуй Микней Вет Едом Ель и Азази на цитрах, чтобы делать начало. А Ханания начальник левитов был учитель пения, потому что был в нем искусен». Видите, сколько много имен. Итак, в Ветхом Цевете упоминаются и другие имена исполнителей, возможно, и авторов псалмов, которые не упоминаются в надписаниях. Итак, Давид, он учреждает сам стиль, характер и придает богослужению определенное новое звучание в организации пения и музыкального сопровождения псалмов при совершении жертвоприношений. Итак, первейшее предназначение всего этого оркестра не просто петь светские песенки о том, насколько широка страна моя родная, а восхвалять Бога, прославлять его чудные деяния, явленные на Израиле при совершении жертвоприношений, при храме. При храме. Поэтому это пение, оно имеет литургическое значение и псалмопевцы и исполнители, не простые случайные люди, но лица, принадлежащие к священническому сословию, к левитам. Есть и другая цитата. Левиты, певцы, Асав, Еман и Дефун и сыновья их и братья их, одетые в весонским валами, псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника и вместе с ними, посмотрите, сколько много, сто двадцать священников, трубивших трубами и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. Итак, хор был огромный. Вот по одной только этой цитатке, если она действительно буквально передает нам особенности хорового исполнения, сто двадцать священников, которые в унисон моноголосно восхваляют Господа, это огромный хор. Если кто был в Иерусалиме и видел, какова по площади платформа храма, то можно представить себе, что это действительно было огромное сооружение и требовалось, пели без громкоговорителей, требовался сильный голос. Дальше. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий и восхваляли Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его, тогда дом, дом Господень наполнило облако, не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Итак, само освящение храма, исполнение храма благодатью Божией в виде облака было в присутствии этого хора при пении соответствующих божественных гимнов. В этой цитатке из второй книги Паралипоменон мы видим маленькую фразу из самого псалма. Из самого псалма. В частности, «Ибо благ, ибо вовек милость его» эти слова вы встретите в сотом псалме, сто седьмом псалме, сто восемнадцатом псалме. Это такие часто употребляемые эти слова. Итак, фрагменты из текстов псалмов могут употребляться и в других текстах Ветхого Завета как указание или на сами тексты псалмов, какие тексты исполнялись, или просто как указание на то, что пелись псалмы. Итак, это то, что касается авторства, теперь в отношении типов псалмов, типа псалмов. О том, какой характер этой песни, мы узнаем также из надписаний. Надписание «мезмор» еврейское слово, псалом, часто употребляется в словососочетании псалом Давида. Это надписание встречается пятьдесят семь раз и встречается только в заглавиях псалмов, нигде больше в Ветхом Завете. По мнению комментаторов, это указание говорит на то, что данный псалом сопровождался игрой на музыкальных инструментах. Потому что есть и другое слово, которое переводится на русский язык как «песнь», «шир», «шир». Может это надписание «шир» говорить и о светских песнях. В частности, в книге Исаии таким словом «шир», «ширим» по другому песне в множественном числе обозначается песня не литургического, не богослужебного характера. Есть некоторые псалмы, которые заглавлены обоими словами. Допустим, «мизмор», «шир», «псалом», «песнь». Есть псалмы, которые называются такими словосочетаниями, как «песни восхождения». Итак, разные термины говорят о, может быть, разной святости этих текстов, может быть, о разном стиле, разном характере, до конца мы не знаем. Мы видим, прослежим эту разницу в надписаниях, но остальное уж предмет и толкований. Надписание «техилла», «хвала», «благодарственная песня», «словословие» стоит в заголовке 144-го псалма. И именно от этого заголовка заглавляться в еврейской традиции вся книга псалмов. «Софер тихилим». Итак, «хвала». Существительная «хвала» имеет тот же корень, что и глагол «хвалить», а слово «хвалить» упоминается часто в «хвалить», «благодарить» в книгах псалмов. Часто встречается в псалтыре. Упоминается также в заголовке понятие молитва, тфила. Часто так озаглавливаются жалобные песни, псалмы-жалобы в псалтыре. Литургическое использование. О литургическом использовании в те или иные богослужебные дни говорят следующие заголовки. В первый день недели, в четвертый день недели, в день перед субботы, в субботний день. Музыкальные заметки. Вот их достаточно много. В частности, адресация к начальнику хора. 55 раз в псалтыре встречается такой заголовок. К начальнику хора. К сожалению, в русском переводе, в славянском переводе мы не видим этой коннотации музыкальной в заголовках псалмов, когда они даресуются начальнику хора. Они озаглавлены в славянском тексте словами «в конец», по-гречески «истотелос». Может быть, тогда, когда переводили с древнееврейского на древнегреческий язык. Эти заголовки «истотелос» в конец сами по себе что-то говорили этим начальникам хоров, но что именно утрачено, мы не знаем. Следующий термин на музыкальном струнном орудии шошан. Такой заголовок мы встретим в синодальном тексте. На самом деле никто не знает, что это за музыкальный инструмент шошаним. Вот есть в еврейском языке это шошаним. Ну, а дальше вот наши возможные интерпретации. Может быть, это какая-то лира, то есть музыкальный инструмент, напоминающий согнутый лук с натянутыми струнами, шесть или восемь штук. В славянском тексте вы встретите такие заголовки «О имущих изменитесь » когда греческие переводчики создавали этот текст, они уже не представляли себе, как выглядит этот музыкальный инструмент. И поэтому такой корявый перевод об изменяющихся. И сейчас до сих пор некоторые слова, например, гевского орудия, ха-гиддит в еврейском языке, мы не знаем, как выглядит это гевское орудие. Что это такое? В славянском тексте вы встретите надписание «О точилях». «О точилях». Ну и этому выражению «О точилях» уже святые отцы дают совершенно иную интерпретацию. Например, когда гнев Божий возгорится и будет он как чаша опрокинутая вина, он всех уничтожит грешников, так же само, как сминают виноград в точильнице и он дает соответствующий сок, то есть пускает кровь, так все грешники погибнут, пустят кровь, когда Господь их там сомнет одним ударом. Вот такая интерпретация может быть в святоотеческой письменности к заголовку «О точилях». Но в еврейском тексте, повторюсь, скорее всего, это музыкальный какой-то значок, музыкальный инструмент, гевское орудие, вид которого нам непонятен. в общей сложности больше 20 разных таких музыкальных слов о говорящих музыкальных особенностях исполнения псалмов встречаются в заголовках, и как минимум 14 типов музыкальных инструментов идентифицируют. Не только в заголовках уже псалмов, но и в самих текстах. Например, в хвалитных псалмах вы встретите такие выражения «хвалите Господа на струнах и органях, на кемвалях и цитрах», и так далее, и так далее. Вот, анализируя эти слова, можно сделать выводы, что употреблялись как струнные инструменты, похожие на лиру, арфу, на этот самый кинор, ударные инструменты употреблялись, барабан какие-то, бубенцы, трубы разные, горные. Ну, то есть, это был полноценный оркестр. Повторюсь еще раз, как минимум 14 типов музыкальных инструментов идентифицируют, но каков был их вид, все, что вы встречаете на рисунках, это догадки, потому что материальные памятники не дошли. Раз не дошли материальные памятники, а все эти иллюстрации, которые мы сейчас имеем в рукописных и печатных библиях, они достаточно поздние, все остальное остается только гадать. Технические особенности этих музыкальных инструментов детально не прописаны. Исторические примечания. Чаще всего эти исторические примечания в заголовках связаны с царем Давидом и описывают те или иные аспекты жизни царя Давида. Приведу несколько примеров. Псалом Давида, когда он бежал от Авесолома сына своего. Плачевная песня, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Псалом Давида, когда он претворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Псалом Давида, когда приходил к нему порог Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Учение Давида, когда пришли Зефеи и сказали Саулу, не у нас ли скрывается Давид? Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Эти исторические примечания, как мы видим, описывают характеристику, описывают отдельные детали жизни Давида. Биографические сведения о нем мы встречаем в других книгах Ветхого Завета, в частности, в книгах царств. Там мы узнаем, как он боролся с Голиафом, там мы узнаем, как он стал угоден царю Саулу, как он его услаждал своим пением, когда дух некий приступал и мучил Саула. Там мы узнаем, что Саул покушался на Давида, и Давиду пришлось спасаться бегством, прятаться в пещерах, скитаться и даже прийти на службу к филистинскому царю. Там мы узнаем о том, что он, вернувшись на трон, позарился на чужую жену Версавию, согрешил с ней, отправил ее мужа в ту горячую точку, где он был убит в ходе сражения, потом его укорил в этом пророк Нафан, он раскаялся, но Господь Господь все же посылал ему наказание за совершенный грех, его возлюбленнейший сын, который должен был быть ему преемником на троне обвесолом, учинил заговор, составил мятеж на Давида, ему пришлось спасаться бегством от родного сына. Итак, биография описана в других книгах. В псалмах мы мало встретим деталей в отношении этих исторических событий. Следовательно, задача псалмов иная, это некая рефлексия, некое размышление над тем, что со мной происходило, как Бог был благ ко мне во всех несчастьях, коль чудные и сказочные его дела, какова замечательная красота вокруг меня. Поэтому задача псалмов иная, нежели исторических повествований Ветхого Завета. Отсюда и характер этих песней отличается от исторических книг и исторических текстов других Ветхозаветных книг. Помимо указаний на жизнь царя Давида, есть некоторые термины надписания, которые говорят нам в целом о том, что эти псалмы написаны для назидания, для размышления. Или когда переживал тот или иной автор смятения духа. Уже в той нумерации псалмов написаний, которых я вам только что привел, вы увидите, что псалмы в книге Псалтырь уложены непоследовательно. Даже сама жизнь Давида в той нумерации псалмов, которую мы имеем, не описывается последовательно. Но вот еще вернусь к тем же текстам, которых я только что процитировал. В третьем псалме мы в заголовке встречаем надписание о том, что этот псалм был написан, когда бежал Давид от Авесолома своего сына. Третий псалм. А 142-й псалм, который также относится к Давиду, говорит о молитве, когда Давид был в пещере. Но Давид был в пещере, спасаясь от Саула намного раньше, чем тот период своей жизни, когда ему пришлось спасаться объектом своего сына Авесолома. Следственно, в этих заголовках и в нумерации псалмов мы видим, что в последовательности изложения псалмов книги в псалтырь нет последовательности развития какой-либо истории. Или я бы сказал еще более резко нет последовательного изложения какого-либо и богословия. То есть каждый псалом сам в себе некая ценность и самоцель. Он сам в себе самодостаточен. Есть некоторые псалмы, которые объединяются в группы по надписанию, например, как песни восхождения. Но и они тоже, да, они объединяются в группу в силу их по всей видимости исторического литургического воспроизведения. То есть песни восхождения 119-134 псалмы это целая кофизма, 18-ая кофизма в славянском потреблении. Они собраны вместе, вероятно, не по единой богословской идее, а всего того, что литургически исполнялись на праздник путешествия евреев в Иерусалим. Путешествия евреев в Иерусалим, но может быть на праздник Пасхи, Кущи, Пятидесятницы. Вот они шли с дома и вместе собравшись в дружную компанию пели эти песни. В дом Господень войду, как радостно мне обитать жилищих твоих и так далее, и так далее. Это не означает, что эти псалмы, все эти псалмы, которые входят в 18-ую кофизму, появились в один день и написаны одним лицом. Мы не знаем. Других таких групп мы почти не встречаем. Все остальные группировки псалмов в богослужебном православном употреблении, ну, например, шестопсалмия, группируются не в силу того, что эти псалмы родились в одно время или созданы одним автором, а в силу того, что уже в нашей христианской интерпретации они говорят нам какие-то очень важные вещи, подготавливая душу молящегося для того, чтобы прослушать дальнейшие тексты канонов, гимнов, написаны в христианскую эпоху. Об этом мы скажем дальше. Тем не менее, несмотря на то, что не Давид был автором всех 150 псалмов, в славянских текстах нередко вы встретите такой заголовок «Псалтырь Давида». Почему? Кто-то спросит. Если не он автор, это родилось не в его эпоху, не все псалмы ему посвящены, не все псалмы описывают его жизнь и так далее. Но тем не менее, усваивается это имя в некоторых заголовках. Ответ таков. Это некое обобщение, генерализация, поскольку нередко эти псалмы посвящены Иерусалиму как особому месту, которое сбрал Господь, чтобы построить там, благословить там храм, святому Сиону. И там Бог особым образом обитает. И Давид, собственно говоря, был тем, который предпринял все усилия и дал наставление своему сыну Соломону, чтобы этот храм там был построен. В отличие от других древних владык, месопотамских или египетских, которые себя мыслили некими небожителями, сынами божьими в буквальном смысле, богами на земле, Давид всегда знал и утверждал, что он всего лишь человек, сын человеческий, и что дни его як от свет сильный, как трава поливая, и он надеялся на то, что он, может быть, доживет до 80 лет, сокрушался в своих грехах и так далее. Более того, Давид явил особую кротость. Ну вот, известное выражение из 131-го псалма «Помяни Господи Давида и всю кротость его». По всей имости, все это и другое повлияли на то, что это имя стало в заголовок псалтыри. Итак, почему? Потому что эти псалмы говорят о Боге, о его особом месте присутствия Сионе, потому что Давид повлиял на строительство храма в Сионе, потому что Давид был образцом некого идеального царя, преданного, верного Богу человеку, человека, который всегда осознавал свое человеческое недостоинство. Человек, который был верен Богу и только ему одному до конца своих дней был смиренен сокрушенным духом, и он создал саму систему исполнения псалмов, принципы, правила их исполнили при храме. Вот поэтому, вероятно, и книга собрания этих гимнов, посвященных Богу и Святому Сиону, были озаглавлены его именем. По стилю. По стилю различаются в псалмах гимны, жалобные песни народа, отдельных лиц, благодарственные гимны, царские псалмы, премудрость и так называемые песни Сиона, которые восхваляют особое место, избранное Богом. Как я уже говорил, в псалмах уже в заголовках есть некие музыкальные примечания, говорящие о способе исполнения. Но и в текстах мы видим особый стиль, говорящий нам о том, что у этих псалмов были припевы. Подобных песней, в которых мы встречаем, припевы много. Допустим, такие припевы мы встречаем в некоторых псалмах. «Славьте Бога, ибо Он благ, ибо вовек милости его». Или «Исповедуйтеся Господи, якоб благ, якоб век милости его». Или «Всякое дыхание дохвалит Господа». По всей видимости, исполнение псалмов было следующее. Исполнение еще по-другому называется «Амебейным» от «А-Мэ-Ба-О-Май» «Меняться, чередоваться» греческое слово. Кто-то, ну какой-то могучий певец запевал первую строчку и потом подхватывался, подхватывался эта нота или подхватывался этот текст хором. Итак, может быть, были какие-то чередования, может быть, наоборот, какая-то первая строчка исполнялась хором, а потом текст возглашался каким-то громогласным певцом. Вот, вероятно всего, что все-таки пение было одноголосное, то есть не было полифонии. Чтобы четко пропеть текст, требовалось некое созвучие. И в текстах самих псалмов мы находим очень много примеров вот таких разных рефренов, повторов различных, которые были, скорее всего, припевами к тексту, который зачитывался или пропевался каким-то одним чтецом протопсалтом. Среди следующих поэтических приемов я вам представлю те, которые хрестоматийно приводятся в большинстве учебников по изучению псалтири. Ну, в частности, те аспекты поэтического жанра псалмов, которые сейчас приведу, они приводятся в книжке Михаила Анатольевича Скобелева «Введение в учительные книги Ветхого Завета». Там вы более подробно даете информацию об этих поэтических приемах. Итак, что выделяет Скобелев в своей книге? Какие разные фигуры речи? Ну, прежде всего, параллелизм. Параллелизм — это характерная особенность библейской поэзии для того, чтобы лучше запоминать тексты, какие-то идеи повторялись или теми же самыми словами, или близкими словами. Возьмем за основу 33-й псалом. 33-й по славянской нумерации, 34-й по еврейской или по русской нумерации. «Благословлю Господа на всякое время, хвала ему не пристану в устах моих». Попробуйте эту строчку разделить на две части. Повторюсь. «Благословлю Господа на всякое время». Вот первая часть полустиши. Второе полустиши говорит о том же самом «Хвала ему не пристану в устах моих». Одна и та же идея повторяется дважды разными словами. И дальше примерно та же идея развивается в следующих стихах этого псалма. «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Каждая такая вторая строчка не просто порой повторяет идею предыдущей, но и заостряет ее. Вот обратим внимание на вторую строчку. «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Слово «хвалиться» и «возвеселиться» идут в параллель. Тогда возникает вопрос, а какому слову оставится в параллель понятие душа? Слово кроткие. И в этом случае кроткие напоминают на души, то есть на людей. И говоря не просто о людях, которые возвеселятся, а о том качестве, которыми должны обладать эти люди, которые веселятся. То есть веселье настолько является высоким истинным весельем, насколько у людей есть кротость. То есть кроткие они обретают у Бога радость. «Величайте Господа со мною и превознесем имя его вместе». В третьей строчке вы видите, что есть некий повтор мыслей, имя его превознесем, величаем Господа, но есть некие отличные идеи «со мною и вместе». «Со мною и вместе». И дальше я хотел бы вам привести пример не иного типа параллелизма. Итак, сейчас мы ввели примеры так называемого синонимического параллелизма, когда употребляются те или иные синонимы, передающие одну и ту же мысль. Есть еще такой тип параллелизма, как антитетический, то есть когда что-то, какая-то идея противопоставляется чему-то другому, иной идее. В этом же псалме есть такой пример. Десятая строка, десятый стих. Я прочитаю по славянски, а потом по русски, поскольку в греческо-еврейской традиции разные тексты стоят в этой строчке, поэтому разные будут примеры. Итак, в славянском тексте мы слышим такие слова «Богатие обнищаша и взалкаша взыскающие же Господа не лишатся всякого блага». Итак, богатые обнищали, а взыскающие Господа они не лишатся блага. Здесь мы видим некую антитезу. Богатым противопоставляются бедные. Богатые, которые, возможно, положились на свое богатство, возгордились тем, что у них есть богатство. В конце концов, пред Господом они обнищали, а те, которые были пред Господом бедны, но его взыскивали, они приобрели богатство, они не лишились никакого блага у Бога. Подобные идеи они рефреном звучат сквозь весь Новый Завет. Сквозь весь Новый Завет. Итак, это пример антитетического перелизма по славянскому тексту. В русском тексте, восходящий к еврейскому будет тоже такой антитетический параллелизм, но будет иной текст, что поделаешь. Скинны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. По всей видимости, когда греческие переводчики создавали свой перевод, они хотели заострить внимание, кто такие эти молодые львы. Ну уж не сами по себе молодые львы нам важны, а люди, которые уподобляются этим львам, то есть богатые, они, как эти агрессивные, сильные животные, которые готовы порвать любого человека на своем пути, были переведены в греческом тексте понятием богатые. Отсюда какой напрашивается тонкий вывод, предваряющий, который я еще подчеркну в последующих встречах, что иногда греческие переводчики не буквально передают нам текст еврейского оригинала, а они в перевод вставляют интерпретацию. С одной стороны, такой текст считать легче, потому что ты сразу понимаешь, о чем идет речь, и вся эта символика за вуалированность куда-то уходит в сторону, но с другой стороны, теряется колорит, сама поэтика библейская, которая содержит исходный еврейский текст. вот само по себе уподобление богатым богатых скинам уже о многом говорит, дает некую характеристику этим богачам, их поведению. Другие примеры параллелизма, ну, например, самый простой такой параллелизм из 92-го псалма. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою вночи. Вот два стиха, разбитые по половинке, дают нам четко представление о том, как выглядела поэзия в Ветхом Завете. Ну, некоторые другие примеры. Есть такого типа параллелизма, который мы называем аллитерацией. Это типично семитская такая поэтика, которая в русском языке трудно передается. Но все же вот пример, который близкий может быть. Первый псалом, первый стих по-славянски «Блажен муж и же неиден совет нечестивых». Я подчеркнул трижды букву «Ж». Блажен муж и же неиден совет нечестивых. Повторение этой согласной уже привлекает наше внимание. В еврейском тексте там будет повторяться соответствующее созвучие. Например, так это будет звучать «Ашрейга иш ашер лох лох бэша рэша им». Вот это повторение «эрр» оно очень четко прослеживается в соответствующем еврейском оригинале. Эта поэзия не характерная для нашего теперешнего восприятия, потому что мы привыкли услаждать свой слух некой мелодикой. Скажи-ка дядям, ветни даром, Москва сожженная пожаром, французам отдана и так далее. Нам мелодия важна. А для древних евреев порой были важны больше буквы, в которых виделись определенные смыслы. Мы сейчас рассмотрим пример, акрустиха, и вы увидите, что там совсем загадочная для нас поэзия, которая очень важна была для людей, которые во всяких знаках видели глубокие смыслы. Например, когда эти знаки еще согласуются с числами, и буквы тоже могут идти в соответствии с какими-то особыми числами. А числа имели какую-то свою глубину восприятия и намекали на какие-то более высокие реальности. Итак, повторы. «Пойте Бога нашему поэте», 46-й псалом, «Пойте цареве нашему поэте, ибо Бог царь всей земли, поэте разумно». Мы видим здесь простые повторы слов. «Пойте, пойте, пойте, Богу царю, царю Богу» и так далее. Но есть более загадочные псалмы, в которых мы видим некую психологию, размышления, псалмы, в которых мы за простыми вещами, будничными, за образом животных, за образом природы, угадываем какие-то более высокие смыслы. 41-й псалом. Процитирую второй стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Понятно, что в центре внимания отнюдь не лань, не косуля, не молодой олень, который жаждет напиться свежей водички. В центре внимания душа человека. Но чтобы описать характеристики жаждущей воды, страждущей души человека, псалмопевец употребляет образ лани. Ну, мы видим этих животных наверное только в зоопарке, когда ведем детей, чтобы посмотреть на этих диковинных животных. Не сталкиваясь с ними в быту день ото дня. Мы не понимаем, как лань может жаждать воды. Нам сейчас этот образ не ясен, потому что мы не живем бок о бок с этим животным, со львом, с тигром, с гиппопотамом, ну и, слава богу, со змеей. Хотя есть, конечно, такие любители диковинных животных, которые в аквариумах у себя заводят разных рептилий, но о них сейчас не идет речь. Но для древнего человека, который был более интегрирован в естественную среду обитания этих животных, для него понятно, как лань жаждет воды. И вот жаждущая душа, она вот психологически уподобляется этой лани, жаждущей воды. Какие еще другие есть примеры? Ну вот я про рефрены припева говорил, славьте Господа, ибо он благ, славьте Бога богов, ибо вовек милость его, славьте Господа господствующих, ибо вовек милость его. Есть много других таких примеров, например, анафора, повторение какого-то слова в начале каждой следующей строки, скажем, Псалом 148-й. Хвалите Господа с небес, хвалите его вышних, хвалите его все ангелы его, хвалите его все воинства его, хвалите его солнце луна, хвалите его все звезды и свет. Вот в этом повторе первое слово оно возводит нас к благодарению, к хвалению Бога, отсюда это анафора, то, что нас возводит, такое обозначение этого Псалма. И так есть разные типы библейской поэзии. Когда мы видим следы этой поэзии, когда мы понимаем, о чем это говорит, это помогает нам не только легче запомнить Псалом, насладиться его поэзией, но и увидеть, где тот или иной автор расставляет акценты, на чем он обращает внимание, на чем он застаряет наше внимание. И так, знание текста позволяет нам лучше понять его смысл еще до того, как мы берем в руки книжку с интерпретацией того или иного Псалма. Поэтому в наших с вами изучениях в Псалтире, ну и в моей общей рекомендации по отношению к тем, кто смотрит и слушает эту лекцию, рекомендация первая — изучить сначала сам текст. Только тогда, когда вы разобрались в том, что говорит текст сам по себе, можно приступать к последующей интерпретации. А чтобы разобраться в том, что говорит сам текст по себе, в идеале изучить языки, на которых эти тексты написаны. Так что факультативное задание на дом. Изучаем древнееврейские, древнегреческие языки и дальше считаем псалмы в оригинале. В частности, это нам понадобится для того, чтобы распознать ту же самую библейскую поэзию в некоторых акростихах. Ну, вернусь к самому длинному псалму. 118-й псалом, 17-я кофизма, 176 стихов. Этот псалом мы будем с вами, надеюсь, рассматривать полтора часа. Вот, один этот псалом, потому что, хотя в нем идей мало, идейная основа в нем простая, но очень много можно сказать о его форме, о том, что кроется за этой особенностью его параллелизма. Итак, пока, ну, некая затравка, преамбула, чтобы вас заинтриговать и заинтересовать. В еврейском алфавите 22 буквы АЛЕФ, БЕЙТ, ГЕМЕЛЬ, ДАЛЕТ и так далее. Эти 22 буквы в 118-м псалме дают начало для каждой следующей строчки. Так, что первая буква АЛЕФ повторяется 8 раз и 8 первых строк начинается с буквы АЛЕФ. Далее, вторая буква БЭТ повторяется 8 раз и следующие 8 строчек начинаются с буквы БЭТ и так далее. Притом, каждая строчка имеет примерно одинаковое количество слогов и близкое количество букв. Более того, в каждой второй и третьей строчке повторяются одни и те же слова, вернее, мы бы точнее сказали бы одни и те же понятия, просто с разными синонимами. Допустим, закон, уставы, заповеди, оправдания, сведения, это все об одном и том же. И отношение человека по отношению к закону. Ходил, сохранил, сторожил, охранял, соблюдал и так далее. Итак, праведник, который воспевает этот псалом, услаждается законом. И это услаждение Божьими заповедями, законам Божьим доходит до того, что он услаждается не просто идеей закона, идеей договора между Богом и человеком, что Господь даст благо человеку, если человек будет хранить Богу верность. Но услаждается праведник самими буквами закона и видит особый смысл и особое вдохновение, когда он не просто знает о Библии в целом, но знает ее настолько досконально по памяти, что каждая буква имеет определенного рода смысл для него. Но для людей 21 века это трудно понять. Дай Бог, чтобы мы с вами хотя бы раз от корки до корки внимательно Библию прочитали, а уж не то, что знали на память. Но для древних людей многие тексты, о которых мы будем говорить, это тексты, которые в детстве запоминались и всю жизнь повторялись по памяти. Но не стояли же певцы в Иерусалимском храме с какими-то подсказками и не подглядывали в ноты, как им спить до ре или ми. Они эти тексты знали по памяти. Сказал начальный хора поем 144-й псалом, запели 144-й псалом, сказал поем сейчас там 18-й псалом, запели 18-й псалом, надо было знать на память. Итак, в еврейском тексте мы это видим в 117-м псаломе, а крастих в русском не видим. Ну, звучит по-еврейски примерно это так. Первое слово ашрей в первых двух строчках. Ашер, ашрей, тэмимэй, дэрэх, гагольхим, бэтора, адонай. Так это будет звучать. Если прочитать на еврите, на древнееврейском, все строчки, мы там тоже не увидим игру звуков, как в классической поэзии Пушкина. Но определенного рода созвучия имеется. Итак, это все о форме. О форме. Мы уже говорили, наверное, многое о музыкальном исполнении, этого достаточно. И, наверное, пришла речь о том, чтобы сказать и о содержании. Но прежде чем я перейду к разговору о содержании, ну, два маленьких комментария. Первый. Стиль написания псалмов, сам характер этой поэзии, повлиял на то, что в межзаветный период появились некие подражания псалмам Давида. Появились так называемые оды Соломоны, псалмы Соломона. А в третьем веке правительства Христова Сириас Вардасан написал 150 христианских гимнов, ну, так сказать, в параллель к псалтыре. Это была такая уже христианская псалтырь. Сейчас кто-то может сказать, что есть в псалтыре еще преподобного Ефрема, Сирина, ну, и многие другие тексты в подражании псалтыре создавались, создаются сейчас. Итак, такие подобные тексты мы встречаем уже с первого века Дорожчества Христова в кумрадских рукописях. Там есть кумрадские разные гимны наподобие этим псалмам. Также можно сказать, что псалтырь повлияла и на христианскую гимнографию. Мы не только, там чуть попозже скажем, используем псалтырь за богослужением. Тексты псалмов стали частью христианских молитв. Ну, яркие примеры, например, канон Андрея Критского, в котором очень часто те или иные тропари начинаются со стихов из псалтыря Давида. Вот. Теперь в отношении содержания. Итак, о чем же эта книга? О чем же эта книга? Прежде всего, это книга о Боге. «Ведом в Иудее Бог, и во Израиле вели имя его». 75-й псалом. Через призму псалтыря вся история народа израильского воспринимается как история взаимоотношений избранного народа с Богом, который называется нередко в псалмах как «Бог Израилев». «Бог Израилев». Итак, история Израиля Божия. В исторических книгах передаются детали тех или иных катаклизмов, войн с окружающими народов, а в псалтыре передаются отношения ищущей души к тем страданиям, которые приживает праведник, который зло страждет, и та благодарность Богу, когда Господь этого праведника защищает. Кроме того, что мы встречаем прямые указания на определенное свойство Божие в псалтыре, о том, что Господь мое прибежище, моя твердыня, опора, защититель и покровитель мой, в псалтыре встречаются и некие косвенные указания на Бога, на то, что мы о мудрости Божьей можем узнать из созерцания природы. Небеса проповедуют славу Божию, творение же руку его возвещает твердь, 18-й псалом. Итак, небеса проповедуют славу Божию, творение же рук его возвещает твердь. Подобные идеи мы встречаем и в послании к римлянам, когда апостол Павел замечает, что язычники, они осуетились, не познали Бога, но ведь из рассматривания творений его, Бога, вечная сила и божество видимы. Эта же идея, она звучит и в псалмах Давида, в том, что Бог, наблюдаем не только из его промышления об избранном народе, но и в окружающей природе мы можем видеть его присутствие. И в самом конце Псалтири, когда мы читаем хвалитные псалмы, мы уже с вами приводили этот пример, мы слышим, что хвалит Бога не только человек, но и солнце, луна, звезды и свет, все, что создано им, все, что создано Богом, все, что создано его руками, так сказать, все свидетельствует о том, что в этом есть какая-то премудрость Божия, является отражением его идеи. В псалмах нередко подчеркивается идея единственности Бога. Нет других Богов, кроме как Бог. То, что создают люди своими руками, лже-боги, это суть идолы. Они имеют уши и не слышат. Они имеют глаза, не видят, рот имеют, но ничего не скажут, нос имят и не обоняют. И дальше такая саркастическая еще ухмылка автора псалма, так будет всякий подобный им, который их сотворил, который делает их. Итак, те, кто поклоняется этим бездушным идолам, будут таковы же немы, слепы, глухи, как эти сами идолы. Автор псалмов подчеркивает единичность Бога. Он один и единственен, и нет никого подобных ему. Есть правда очень тонкие указания на то, что некие заблуждающиеся, может быть, язычники, может быть, сами израильтяне, которые уклонились от истинной религии, посчитали Бога израильского наравне с другими богами. В частности, об этом говорят такие слова, как «Бог стал в сонме богов». Но как можно приравнять Бога в Аалу или Астарте или другим языческим богам? С точки зрения псалтыри никак, потому что они суть творений рук человеческих. Но, повторюсь, вот эти намеки были иные еще языческие боги, которые почитались среди окружающих народов. Мы встречаем указания псалтыри. Мы мало что можем встретить из псалмов в отношении троечности Бога. И те указания, которые в дореволюционных книжечках можем встретить, они прикровенные. Иногда бывает немножко с натяжкой мы выводим идею троечности Бога из псалтыри. Ну, например, о духе святом. «Послед слово свое и стает я, надхнет дух его, и потекут воды». И вот указание на то, что духом его сотворены небеса и все, что в них, конечно, прикровенно может указывать на присутствие святого духа при творении мира. Но прямо в псалтыре все же об этом не говорится. В то же время многое говорится в псалтыре о человеке и о мессии. Особенно, если мы смотрим на псалтырь с точки зрения нашей христианской интерпретации. Прежде всего, о человеке. О человеке. Итак, человек сотворен Богом. Это первая идея, которую мы прочитываем в псалмах. Бог и только Он сотворил мир, все, что в нем и сотворил человека. И в том, как Бог себя проявляет по отношению к человеку, мы видим промышление Бога о человеке, попечение, забота о человеке. В словах «Господь мой пастырь» конечно, мы не прочитываем буквально, что Господь является пастухом. Эта метафора «пастырь» говорит о свойствах, о свойствах защиты, покровительства. Бог защищает, покрывает человека. В этом контексте Бог пастырь. Бог не является скалой. Когда мы в псалмах читаем следующие слова «Господь моя твердыня и крепость», это не означает, что Бог тверд и может быть неподвижен, как скала. Скорее, мы можем говорить о том, что Бог это надежная опора. Когда человек идет через болото, он может провалиться, потонуть. Когда он переходит реку вброд, ему нужно точно знать, где есть мель или какой-то камень, на какой можно опереться. Но когда он идет по твердой почве, он чувствует себя уверенно. И вот Господь, дающий человеку некую путеводную нить, указание, как нужно жить, является твердой опорой, потому что если человек с точки зрения псалмопиаса следует Богу, то он не поколеблется, не оступится. Бог будет ему крепостью, Бог будет ему щитом, он оградит его от всякой напасти, видимой и невидимой. Более того, Господь еще и даст человеку некую пажить, пропитание, вселит его на месте, где человек не будет иметь какого-то беспокойства о завтрашнем дне. Итак, об этих и других богословских особенностях вы можете прочитать в книжке профессора Юнгерова Павла Александрович Юнгеров, книжка 1917 года «Вероучение псалтыри, его особенности и значения в общей системе библейского вероучения». Юнгеров «Вероучение псалтыри». Там он говорит и о божественных свойствах, всеведнии, везде присутствия, кама пойду от Духа твоего, от лица твоего, кама бежу, 138-ой псалом и так далее. И также он многое говорит в отношении Мессии. Как я уже говорил о том, что сейчас мы перейдем к разбору мессианских аспектов псалтыри. Как я уже говорил, в псалтыри есть мудрость, но эта мудрость передается через метафоры, через сравнение, через некие символы. Господь мой путь, Господь мой пастырь. Таких символов, которые используются в псалтыри, много, мы о них поговорим дальше. Сердце, камень, даже такие символы, как вода, море, являются не просто указанием на какие-то стихии, но они говорят нам о том, что стоит за этими стихиями. Когда употребляется такое слово, как море, это не означает, что человек, он действительно желает отправиться в мореплавание. Но море стихия нетвердая, ненадежная, на него невозможно опереться. Бурное море может быть символом погибели, внезапной погибели, поднялась буря, шторм, погибли все корабельщики. Отсюда и другой противоположный образ бурному морю море стеклянное, которое мы, например, находим в откровении Иоанна Богослова. Море стеклянное это символ твердости, устойчивости, некого порядка. Итак, эти многочисленные символы, символические обозначения, состояние души, взаимодоношения человека с Богом многократно встречаются в библейской поэзии. Мессианские псалмы. Сам Христос говорит о псалтыре следующее. Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне. И еще. После воскресения Своего он, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял, сказано о нем во всем Писании. И, наконец, цитата, которая нам будет важна, вот то, о чем я говорил с вами, еще быв с вами, говорит Христос по воскресению Своему, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Христос не только цитирует псалмы, он еще и на них ссылается, как на пророчество, которое исполнится на нем лично, как на Мессии. Надо сказать, что вопрос мессианскости псалмов, конечно, он обсуждаемый, потому что прямо слово Ма-ши-ах, Мессия, слово это употребляется в псалтире только один раз, только один раз, во втором псалме, когда речь идет о том, что некие князья земные собрались вкупе на Господа и на Христа его, на помазанника его, буквально на Ма-ши-аха его. В иных местах слово Ма-ши-ах не упоминается, и поэтому нехристиане, они не видят в псалмах каких-либо мессианских указаний, а мессианскость это нужна для христианам, потому что в Новом Завете мы видим отражение, собственно говоря, первейшая, древнейшая христианская интерпретация псалмов лежит в самом Новом Завете, в том, как эти псалмы цитируются, к какому месту и с какими реальными историческими событиями в жизни Иисуса Христа ставится в параллель. Итак, ну, таких параллелей на самом деле много найдем в Новом Завете, когда то или иное пророчество из псалтыри находит свое исполнение в новозаветных текстах. Ну, приведу вам несколько таких наиболее ярких примеров. Псалом второй, который считается одним из таких ярких мессианских псалмов наряду с 109-м, 21-м псалмом и некоторыми другими. В первом стихе сказано следующее. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и помазанника его. Господь сказал мне, ты сын, но я ныне родил тебя. Вот три стиха. Рассмотрим к ним параллели. К стиху первому. Зачем метутся народы и замышляют тщетные племена? В книге Деяний есть такие слова. Ты устами отца нашего Давида раба твоего сказал духом святым. Что метутся язычники и народы замышляют тщетные? В этих словах книг Деяний мы видим, что Давид говорит духом святым. Духом святым. И дальше цитируются слова из второго псалма. Следующий стих. В книге Деяний читаем следующее. Восстали цари земные и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Буквально калька из второго псалма. Далее. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог ты сын мой я ныне родил тебя? Это из 7 стиха псалтыри. Посланник евреям. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть преосвященником, но тот кто сказал ему ты сын мой я ныне родил тебя. И наконец Евангелие от Матфея «И всех глаз небес глаголющий сей есть сын мой возлюбленный о котором мое благоволение». Мы видим, что не только цитируются фрагменты из псалмов, но и тут же дается применение. Например, в послании к евреям. Какая дается интерпретация? Дается интерпретация следующая, что не Христос сам себя назвал перевсвященником, но Бог вручил ему перевсвященство будущих благ, потому что сам Бог сказал следующие слова ты сын мой я ныне родил тебя. Подобные же параллели мы можем встретить в 21 псалме. Я не буду сейчас их зачитывать, потому что это займет много времени, но засчитаю только одну строчку. Например, из 2 стиха 21 псалма Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Эти слова цитирует сам Христос, уже будучи подвешенным на кресте. Элои, Элои, или Или, Илима, Или, Лемас вахвани, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Также мы встречаем параллели и в 109 псалме. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих». Этот стих цитирует Христос, когда также говорит о Давиде и его роли. «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господь моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих». И так далее. Образ грядущего Мессии мы находим во многих псалмах, даже тех, которые прямо не называются мессианскими. Прямо не называются мессианскими. И о тридневном погребении, воскресении Спасителя, и о Божьей Матери, и о страдании Христа в особенности, о справедливости суда Мессии, об Иуде-предателе, о Христе как царе, добрым пастыре и так далее. Богослужение и употребление псалмов. Как я уже вам говорил, прежде всего употреблялись псалмы при храме, начиная с Давида. Во времена Иисуса Христа псалмы были в ходу и в домашнем употреблении. В частности, когда ученики после Тайной Вечери, воспев, пошли на гору Елеонскую, по всей видимости, тогда они исполняли псалмы Гилель. Так считают многие исследователи, что в это время исполнялись так называемые Аллилуйные псалмы, 112-117, потому что таков был пасхальный обычай, обычай, связанный с праздником Пасхи. В послании Иакова есть такие слова. «Злостраждет ли кто вас, пусть молится, весело ли кто поет псалмы». В послании к Ефесинам апостол Павел подчеркивает важность назидания друг друга псалмами. Колосиным «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами». Итак, уже начиная со Христа и апостолов, псалтыр входит в богослужебное употребление, рассматривается как поэтическая книга и книга мудрости. Многие древние святые отцы увещевали христиан проводить ночь и утро в молитвах и псалмах, упражняясь в них постоянно. Литургическое употребление в само христианской церкви прочно вошло в обиход, начиная с Египта, и потом утвердилось уже в монастырях Савва Священного в Палестине. В частности, в монастырях святого Пахомия Великого одним из условий для принятия в монастырь того или иного инока являлось знание на память от 12 до 20 псалмов. Знаешь двасадочку псалмов, ну вот можешь становиться послушником. А у нас сейчас, придя в монастырь, человек вот только приступает к изучению псалтыри. И дай бог, что за свою жизнь он выучил на память 20 псалмов. Итак, учили на память в монастырях святого Пахомия и Евангелие. Также это было одним из требований для искусственного инока знать на память хотя бы одно из Евангелий. Отсюда и разные чины, там пение 12 псалмов и так далее. Пели на память в христианских монастырях. Когда вы откроете такие книжки, как «Древний Патерик», и там Ава такой-то пришел к Ави такому, рассказывается история, как они там побеседовали, и стали петь псалмы, плетя там корзинки или еще чего-либо. Пели на память. Итак, псалтырь быстро, очень быстро стала книгой молитв в христианской церкви. В монастырях Савва и Священного рождается определенный устав, чтение, пение псалмов. За утренним, вечерним богослужения появляется служба часов, так называемый первый, третий, шестой, девятый час. Служба часов основана на чтении псалмов. И исполнялись они в определенное время. В семь часов утра, в девять утра, в двенадцать часов дня и в три часа дня. Изначально петь или исполнять попеременно на определенный распев антифона псалмы, изначально это передавалось греческим словом «стихословить». Отсюда и наше русское стихосложение. Но мы сейчас говорим не о сочинениях новых текстов, не о стихосложениях, как о сочинении новых гимнов, но о том, как исполнялось. Итак, стихословить, петь, читать на определенный манер, на определенный распев. В древней церкви по преимуществу изначально пели стоя, а потом, когда садились, прибавляли какое-то поучение или распевались новые гимны христианские, которые получили название седальнов. То есть первичным было пение псалмов, вторичным при певе – это какие-то гимны. Сейчас все наоборот. За богослужением псалтыр можно опустить, а вот канон обязательно нужно исполнить. У нас, допустим, в правиле ко святому причащению есть такие слова, есть такие, так сказать, в каноне вставки «Сердце чисто, сизиждя во мне Боже, дух прав, обнови». Да, да, вот вот мои. Это из 50-го псалма два стиха. Так вот, первичным, конечно, являлся псалом, а к нему добавляли тексты. Ну, со временем у нас все поменялось. Псалтыр стала менее понятной книгой, отошла на второй план. И главными стали вот эти самые тропари и каноны. Они вышли на первый план. А вот эти разные прокимны и все остальное стало просто фоном. Вот, но так не было в Древней Церкви. Между прочим, в Египте монахи 4-го века, в 16-м веке монахи египетские, они даже критиковали новые гимны христианские, как услождающие слух, но не имеющие такого глубокого смысла, как псалтырь. Вот. Итак, пение псалмов. За литургией очень быстро стали петь антифона, на два хора, попеременно. Мы за литургией сейчас сохранили эти пения, поэтому, когда вы слышите «Благослови Душа Моя Господа», «Хвали Душа Моя Господа» за литургией, это пение псалмов. Современное деление псалтыри на 20 стихословий, на 20 кофизм, вероятно, восходит к палестинской традиции 5-го, 6-го века. Тогда псалтырь была разделена на 20 частей для удобства исполнения в течение суток и в течение недели. На Руси в середине 16-го века 100-го главы собор постановил не петь, а стихологисати кофизмы, что понималось, как исполнять единоличный нараспев. Появляются со временем у нас и переводы с греческого на русский, ну, они вообще появились, переводы на славянский язык уже с 10-го, 11-го века, но появляются еще всякие исследованные псалтыри и так далее, и так далее. Еще раз подчеркну, что практически все службы теперешнего современного православного богослужения, так или иначе, они связаны с чтением, пением псалмов. Но еще раз вернусь к молитвам, которые состоят из псалмов. Например, молитва «С подобие Господи» «Вечер сей без греха сохранитеся нам». Она почти целиком составлена из отдельных библейских стихов. В частности, из псалтыри первая часть заимствована из пророка Данила вторая часть. Так что некоторые древнехристианские молитвы, они почти целиком и полностью составлены из текста псалмов, из технических стихов с разных мест. Есть соответствующий распорядок чтения псалмов в течение недели. Перед глазами вашими табличка, как распределяется чтение псалтыри за богослужением, за вечерний утренний. В домашнем употреблении после прочтения каждой кофизмы добавляется еще «Трисвятой почвей наш» и молитва. Вероятнее всего, что в монашеской традиции появилось такое прочтение, когда читали в кельях, в скитах псалтырь, вне, так сказать, соборного богослужения, и, соответственно, прибавляли к каждой кофизме еще «Трисвятое», «Трапари» и соответствующую молитву. Есть очень много попыток приспособить псалмы к современной жизни. Ну, многие спрашивают, а какие тексты, молитвы читать, когда болит голова, зубы, когда нужен ангел-хранитель в дорогу, и как изгнать пьющего соседа? Ну, что вы смеетесь? Это те вопросы, к которым приходят к современным батюшкам люди наши. К сожалению, мы стали антропоцентричными, а не богоцентричными, и нас, в отличие от древних людей, меньше удивляют божественные откровения, чудеса, а больше просьбы в отношении практической необходимости. Что мне почитать, что все было хорошо? Чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. И вот подобные такие разные указания, что нужно читать в тех или иных случаях, они составлялись, и составляясь в разное время, в разных местах. В приложениях Библии вы встретите много разных указаний. Они отличаются. Нет единого стандарта. Ну, например, преподобный Арсений Каппадокийский, он в свое время составил такие указания, когда читать первый, второй, третий, четвертый и другие псалмы, и у него практически даже не связаны псалмы, их содержание, с тем, по какому поводу он предлагает читать их. Ну, например, пятый псалом. «Да исцелит Господь глаза, уязвленные злодеем». Содержание псалма, оно далеко от излечения, от глаз. Или, например, шестой псалом. «Да освободит Господь, находящий под заклятием». Ну, такое есть. Я дальше объясню, почему возникает такое применение. Это тоже очень интересно и немаловажно, особенно для тех людей, которые принадлежат православной церкви. Подобная интерпретация применения псалмов говорит нам о том, что не только применение, но и содержание может иметь разную интерпретацию. Буквальную интерпретацию, аллегорическую, типологическую, нравственно-назидательную. У разных методов истолкования псалмов мы будем говорить с вами в дальнейшем. Применить на каждом псалму можно применять разные методы. Все зависит от того, какие результаты вы ожидаете. Если вас интересуют те природно-географические реалии, особенности этих слов, которые употребляются в псалтыре, и вы хотите вернуться в ту эпоху, услышать псалом, как он мог бы звучать 2000 лет назад, тогда вам, конечно, будет более применим метод буквальный, историко-филологический, буквально-исторический. Если же вас больше интересует, как мне сейчас оградиться о злых духов, тогда здесь поможет аллегорическая интерпретация или какая-то нравственно-назидательная и так далее. В отношении тех методов, которые мы будем использовать в наших толкованиях, прежде всего, мы читаем с вами Библию не просто как академические ученые, которых интересует только лишь текст сам по себе. Для нас это Слово Божие, которое дано людям не для удовлетворения их любознательности, а для научения в вере христианской жизни. Второй принцип. Толкование, какое бы мы ни брали за основу, суперсовременное, мы будем использовать самые современные книжки, оно должно быть так или иначе согласно с вероучением церкви, с основными догнутыми. Ветхий Завет мы оцениваем через призму Нового Завета. Для нас это единая книга под названием Библия. Изучая толкование святых отцов, мы не только святых отцов берем за основу, но и литургическую традицию, и даже иконографию. И, наконец, толкование может быть соединено с критикой текста. Слово не очень удачное, но, к сожалению, очень популярное. То есть с научным подходом, с исследованием того, какие литературные источники могли повлиять на эти псалмы, сами псалмы, на какие литературные источники могли повлиять и так далее. Как литература небиблейская могла повлиять на рождение библейской литературы и наоборот. Это также мы будем принимать во внимание. Ну и, наконец, последняя цитата, на которую обращу ваше внимание, из святителя Афанасия Великого. Почему мы должны читать эти псалмы? Вот как отвечает на этот вопрос святитель Афанасий. Псалмы излагают свою речь как бы от лица читателей. Сливая свою душу с душой и сердцем читателей. От этого происходит то, что читающие и поющие псалмы читают и поют не чужое, а свое, сказанное от себя и о себе. То есть, когда мы, находясь дома, на работе, в машине, на богослужении берем в руки псалтырь, то отношение к этой книге у нас должно быть не как чужой книге, которая написана когда-то, для кого-то, но как своей книге. И считая псалмы, я их произношу от своего лица. Я, Господи, страдаю, ты меня помилуй, мое сердце очисти, дух прав обнови во мне, и так далее, и так далее. Вот такое отношение, персональное, книги устанавливает, в частности, святитель Афанасий Великий. Кто-то меня спросит, какую литературу порекомендуете? О псалтыре уже во времена Юнгерова, сто лет назад, было написано «Тьма тьмущая книг». После Евангелий это вторая книга по численности комментариев, которые созданы. Ну, я для своей любознательности просмотрел, сколько есть заграничных комментариев, создано к концу 1918 года. Нашел соответствующую статью с перечнем литературы. 243 страницы со списком книг, более 5000 наименований. Так что, если кто-то спросит, батюшка, порекомендуете книжечку? 5000 с лишним наименований. Ну, может быть, даже 6. Потому что все зависит от того, как считать. Если мы считаем 10 книжек одного автора из статей как одно, один источник, значит, 5000. Если мы знаем, что этот автор в разных своих статьях по разному подавал материал, значит, 6000 только заграничных наименований. Но перерекомендую вам сегодня только одну книжку. Я в основном на нее опирался, готовясь к сегодняшней лекции. Это книга в соавторстве Скобелева и Хангиреева, которая называется «Введение в учительные книги Ветхого Завета». Вот так она выглядит. Вот там где-то 340 страничек. Всего очень полезная книжка. Все. Я вас благодарю за внимание. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok